Ну что, настало время перекупских историй, причем непридуманных. Некоторые люди меня как-то так попрекали иногда, типа «Ааа, перекупские сказки!» Может быть так рубрику назвать «Перекупские сказки?» Но на самом деле, каждая история – это чистая правда. Придумать историю о том, как у тебя сгорела тачка, зачем? И сегодняшняя история, она тем более будет с пруфами на русский язык, с доказательствами. История о том, как у меня сгорела тачка. Да, я потерял тачку. Не хочется плакать. Ладно, мы, мужики-перекупы, не пускаем слез даром, да? Жестко, когда ты получаешь вот такую смс-ку. Смотри. Когда-нибудь тебе приходили такие смски, и ты понимаешь, что это твоя машина. Когда я ее получил, а получил я ее от Николая, вы знаете Николая по моим видео. Ну, это Коля, Коля. Будьте людьми всегда. Коляныч, Коля. Он прислал мне такую смс-ку, я такой смотрю на нее и думаю, да не, это шутка, это прикол, фотошоп. Хотя я знаю, Коля от слова совсем не умеет пользоваться фотошопом. Я такой, Коля, пранканул меня, Коляныч пранканул, да? Прикольный пранк. Я начал заводить, все, машина не заводится. Потом я такой, да не, не, то есть первая фаза, знаете, это отрицание. Когда ты такой, да не, 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 это не со мной, это не моя машина и вообще это, что, просыпайся, Игорь, просыпайся. Вторая фаза, ладно, ладно, окей, давай разбираться. Алло, алло, Коль, что происходит, ты где, как, что? Вот, ничего не вышло, вот какая-то такая история. Заинтриговал, да? Хорошо, давайте по порядку, мы сейчас вернемся в начало истории, что за машина, где, как, откуда, Игорь, что, почему. В конце подойдем к этому моменту. Для особо внимательных зрителей моего канала, а таких, кстати, очень мало, как показала практика. 5 января 2021 года вышло видео на моем канале. Там я показал, как мы купили Volvo S80 2008 года за 265 тысяч рублей. Это уже такой более новый кузов. Да, ты спросишь, в смысле 265, ты не ошибся цифрой, может быть, 465, 565, не, не, все верно, 265 тысяч рублей. Если вы не верите, ну хорошо, давайте погрузимся вот прям более детально в эту историю. Сейчас, оп, видео, сюжетик о том, как мы ее покупали, это как раз-таки то видео из 2021 года. Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое? Нет? Ну, конечно же, можно. Мой друг Николай, ну, так скажем, мы вместе с ним купили другую машину, Volvo S80. В Volvo там немножко подтекает антифриз. Нужно устранить эту проблему. Volvo 2008 год. Уже второй кузов, второе поколение. Били мы ее за 265 тысяч рублей. Это хорошая цена. Ну, там Volvo, конечно, такая, не прям в идеале далеко. Там пробег скрученный с вопросами, но ценник хороший. Какой вольвешник. То есть, если тоже чистенько, да, помыли они. Тут лишь сообщения отсутствуют. То есть, типа, сообщений нет никаких, да? Да, вот это инфа. Ну, приятно, что не надо красить. Знаешь, берешь тачку. Сраву покрасим. Ну, да, берешь тачку, она, блин, этот, ее красить надо, да? Только единственное, коврики пожалели купить. Коврика нет. А, и тут нет, и тут нет. Ну, а тут есть в багажнике, не знаю, от нее, не от нее, но водительского нет. Ну, что, вот где-то примерно вот, ну, где-то вот тут, короче. Ага. Вольвешник потек. Так, ну, сейчас поедем делать его, а что? А, еще и колесо поспустило, да? А есть насос? Есть. Это называется страшный сон перекупа, когда у тебя стоит Volvo S80, она потекла. Ну, это антифриз потек. У тебя Chrysler. Chrysler. Там еще где-то Mercedes стоит, Range Rover. И если бы текло с радиатора, то было бы лучше здесь. А она, видишь, дальше там. Видишь, на коробке тоже, да, антифриз вот здесь. Или как-то он сюда попал. А сейчас давай так посмотрим, где там. Ну, точно из-под середины лужи. Точно из-под середины. Короче, видите, проблема, она трои сейчас. Что-то с одним цилиндром. Свечи, катушки может. Ну, надо смотреть. Ребят, ну, это реально страшный сон перекупа. Как вам вот это? Вот это. Я знаю, что люди в регионах мне напишут, наверное, ты что, как ты мог вообще купить эту машину? Такой закупит. И почему я сказал, для особо внимательных. Обычно я показываю весь цикл. Как мы купили, что-нибудь сделали, продали, заработали или попали. Эту машину мы только купили. Но видео вы дальше нигде не найдете, где она продана. И никто не спросил. Знаете, обычно мои зрители, а у меня зрители особенно внимательные, они заметят все. Но почему-то они не заметили то, что эту машину я купил, но не продал. Да, эта машина сгорела. И как было дело? У нее тек антифриз. У нее текло масло. Мы ее купили очень дешево. И там такая история. То есть, обратился к нам парень, говорит, я купил машину в автосалоне. Знаете, такие автосалоны, которые называются Супертоп, Моторскар, Март. Она полностью была в воде, это утопление? Ну, конечно. Так поэтому же такая цена. Там вот и так далее. Ну, то есть, вот эти салоны, которые сегодня называются так, а завтра у них другое название, и ты приходишь, а там те же люди, только с другим названием, и говорят, а где, говорит, моя машина? А ему говорят, а мы, говорит, ее уже продали. Ты говоришь, так вы вчера вот мне продали машину. Они говорят, я вас не знаю, молодой человек, идите отсюда. То есть, это вот из серии таких салонов. И он купил машину, поездил, понял то, что она уже погибает, доживает свои последние дни. Естественно, кому ее продать? Да, перекупщикам, таким, как мы. Он ее продал нам за 265 тысяч рублей при рынке где-то там 450-500 на тот момент. Сейчас и то дороже, ценники растут, как на дрожжах, и вообще страшно смотреть иногда на эти цены. Ну, короче, тогда это был такой диапазон. Когда мы ее покупали, мы примерно считали такую математику. Ну, 265 она вышла, рынок 450. Даже в таком состоянии. Тысяч за 320, прям рассказывая все, как есть, ее продать. Мы ее, по-моему, даже, кстати, разместили. Она, причем, была снята с учета. Ну, там весь букет был. Вот весь практически букет. Проблемы с мотором сняты с учета. И мы этого не скрывали. Перед словом скрывали было сейчас не. То есть, мы реально говорили все, как есть людям. Даже приезжало пару человек, они смотрели, думали, и машина была интересна. И у нас был с Николаем такой уговор. То есть, мы эту тачку, так скажем, ну, на двоих купили. И мы договорились. Я говорю, Коля, ну, давай ее не трогать. Я говорю, хорошо. Она погибает, пусть она погибает во дворе уже, так, до конца доживать свои дни. Не трогаем, просто продаем, как есть, рассказываем, за сколько купят, за сколько купят. Что-то заработаем, супер. Но в один из воскресных дней у Николая не было машины другой. Когда у тебя нет другой машины и стоит Вольво во дворе, ты думаешь, о чем? Правильно, о том, чтобы взять эту Вольво и поехать по своим делам. И Николай сел в эту Вольво и поехал. Вот, и поехал. Давайте я постараюсь сейчас доехать до Коли и снять вот этот отрывок с его глаз и как это все происходило. Коль, расскажи впечатление, свои вот эмоции. Ты, получается, с кем-то ехал, да, с кем ты ехал. Как это произошло? Да, с мамой, она такая в годах у меня. Да шок просто, ну реально. Меня обгоняет человек сбоку, мне просто махает рукой. И я смотрю в заднее зеркало, там просто пламя, как ракета, как будто я взлетаю, знаешь. Ну реально, это я сейчас могу это нормально рассказать, а там не до этого было. И мы тормозим, пытаемся тормозить. Она по низу, видимо, масло разлилось, по самому низу. И она, короче, снизу пыхнула. И пламя вот она сзади, с боков, она уже... Ну мы, короче, чудом выскочили из нее. Я мать вытащил, он тоже там еще ремень застрял, прикинь. Вот. Успели забрать сумку с документами. И все, отошли. Там мужики остановились, попытались тушить. Что-то там... Ну я понял, что там нереально. Она так загорелась, что я даже... У меня даже мысли не подумало там тушить. Там два огнетушителя, они вылили, но она все. Она буквально минут за 10, она выгорела напрочь. Вот. Ну, что-то взорвалось. Может, бензин там остаток был. Она пыхнула, такой хлопок был. Ну и все, она сгорела. Просто люди остановились, снимали там, стримили, что-то делали. В YouTube остановился парень на такси. Мы сели, он у нас до метро доехал. И все. И вечером я уже потом ехал, видел уже там останки просто. Стояло, ну, как... И пилища. Ну, такой, да, как этот корпус машины. Ни колес, ничего не было. Она вся сгорела. Ну, а смысл? Там учет снят два года назад. Мы даже не стали дожидаться никого. Ничего. Просто вот она сгорела и сгорела, как говорится. Слушай, а почему загорелась? Как ты думаешь, из-за чего? Я не знаю, почему загорелась. Я знаю, это была великая ошибка. Во-первых, покупать эту машину. А во-вторых, ехать на ней. Ну, ты сам помнишь, что там... Она была очень хорошо подготовлена внешне. Но двигатель, коробка, там были мертвые. Не могу сказать, почему она загорелась. Мне кажется, масло там подтекало, то, что на коллектор. Возможно, там лилось масло отовсюду. Там антифриз уходил. Мы заливали его литрами. Ты помнишь, там у меня целая бадья антифриза еще в багажнике была. Вот. Но суть не в этом. Там сама по себе машина, ну, мертвец. Хорошая, красивая снаружи, но мертвая внутри. Да. И вот эта грубая ошибка, ехать на ней куда-то было. Но с другой стороны, я рад, что это хоть со мной произошло. Мы выжили. А не пойми, продай мы ее, ехали бы какие-то люди. И чтобы было там, неизвестно. То есть, ну, нельзя такие машины покупать. Это глупость была вообще купить ее. Слушай, а вот какие эмоции были? Ну, типа, ты понимал, что прям реально ты мог, ну, не дай бог, конечно, сгореть? Да, да. Эмоции были. Мы до вечера не разговаривали вообще. Мама у меня испугалась неимоверно. Вот. Ну, я там пытался держаться. Ну, конечно, это, ну, прикинь, на твоих глазах сгорает машина. Ты из нее только вот успеваешь выскочить. Ну, это же жестоко вообще. Причем, как я понимаю, она же загорелась не то, что там чуть-чуть под капотом задымилась, а там такой... Нет, она загорелась, она пыхнула. Она пыхнула на ходу. И, видимо, все это масло горящее растеклось по низу. Вот. И там, почему я понял, потому что она снизу горела, как танки горят сейчас. Вот вроде того. Она загорелась снизу, и там не вариант было тушить. Там не внешний, там не с капота шел огонь, пламя, этот очаг. А там именно по самому низу, и там, ну, там уже не спасет ничего. То есть, она сгорела за 10 минут. Ну, буквально, вот посмотрели, как она догорает. Ну, минут 7-10. Я думал, я тебе звонил, думал, что делать. Я думал, ты мне проноску делаешь. Да, я вызвал, по-моему, даже пожарников. Я уже сейчас не помню. Ну, там такое состояние было, там непонятно. Тут люди едут. Это же все на МКАДе было, возле Хоффа, на съезд на Косинское шоссе. Вот. Поэтому, короче, вот так. Я гордо тебе рассказывал про то, что у меня не было минусов. Помнишь, перед этим ты как-то записывал, я говорю, не было минусов. И тут получился жирный минус. Ну, все бывает. Главное, живо-здорово. А с моих глаз это выглядело так. Коля мне присылает вот эту фотку. И я не верю глазам. Честно, я стою, ну, когда получил эту фотку, я думал, ну, реально, у меня мысли такие, Коля пранкует меня, прикалывается. Хотя я знаю Колю, Коля такой парень вообще серьезный. То есть он, ну, шутить прям, ну, редко шутит. Если, ну, шутит, то вот так. Ну, так нельзя ни с кем делать. Типа, о, пранк, Игорян, сожгу тачку. Ну, типа, прикольно. Смотри, прикольно горит? Нет, на самом деле, Коля звонил мне, ну, недрожащим голосом. Таким, ну, голосом человека, у которого только что сгорела машина на МКАДе. Ну, мне смешно сейчас, потому что это все, как бы, вот уже прошли. А тогда реально было не смешно. Я такой, типа, блин, какая-то жесть. И он мне говорит, ну, типа, Игорян, слушай, что делать? А что делать? Муравью х** приделать, что делать? Я такой, так, окей, справочник, что делать, если у тебя сгорела машина? В моем справочнике этого опыта нет. Да, я терял бабки на машинах. То есть покупал тачки кривые, двойники, там, тройники и все прочее. У меня много историй на канале. Подпишитесь, посмотрите предыдущие истории. Они не менее интересны. Я говорю, Коль, я не знаю, ты пробовал тушить? А потом я приглядываюсь на фото, там валяется три огнетушителя. Естественно, там, эту машину тушили, там, люди выбежали сразу, начали тушить быстро. А что, собственно, произошло? Почему она загорелась? Короче, на коллектор падало, падало, текло. Слезы текли вниз, текли налево, направо. Слезы текли направо. Текло масло вниз на коллектор. И это масло, видимо, оно настолько нагрелось, ну, естественно, из-за этого коллектора. Это масло начало гореть активно, 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 активно. Пошло под машину. Плюс еще, представьте, весь этот сквозняк, ветер, мка. То есть, там оно полыхало так, как, я не знаю, как что там полыхало. Короче, как, 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 как Вольво, блин. В масле вся полыхала, жесть. Блин, грустную историю как-то я весело рассказываю, да? Ребят, если у вас течет масло на коллектор, да ладно, доеду. Знаете, кстати, у меня откуда берутся такие мысли, типа, доехать на такой тачке? Я бы, честно говоря, может, и сам бы поехал даже на ней. Да мы же в молодости на девятках-то гоняли на жигах. Там не только масло текло, там и бензин тек на коллектор. Там везде все текло, там на жигах, помните, гоняли, да? Вот и ласточку взял за 12 штук, шестерку. И нормально, ничего не горело, везде доезжали, все окей. Но это авось наше такое русское, вот это прокатит, как бы, оно не предусмотрено. То есть, шведы, когда делали Вольво, они не думали, что вот так вот будет. То есть, или там немцы, да, они не думали, что там можно машину вот так вот жарить, а потом говорить, что-то она не едет, странно, а что он не едет-то, да? Я думал в этом выпуске рекламировать курсы, потому что как-то не в тему получается. Типа такой, чувак с тачкой попал и такой, а тут, смотрите, курсы, я научу вас, как не прогореть в автобизнесе. Ну, на самом деле, мне кажется, почему бы нет? Я реально имею этот опыт, и это такой, блин, дорогой опыт. Но на самом деле мы там решили нормально с Николаем, там не очень дорого нам этот опыт обошелся, все окей, так скажем. Не только такой опыт, опыта на самом деле много. Если вы не хотите попадать и прогорать подобным даже образом, вот с этого момента попадаю. Вы можете купить курс, толщиномер, в подарок идет курс, или пройти марафон по автовыкупу. Там очень много фишек, лайфхаков и вообще, где брать тачки ниже рынка. Это бизнес, ну, рассказывай мне, что это такое. А, кстати, на самом деле, эту тачку мы купили очень круто. За 265 тысяч рублей Volvo в этом полукруглом, ну, вот этом уже более новом кузове, это хороший ценник, поэтому, если бы мы ее продали, мы бы нормально заработали. И, может быть, и хорошо, что она у нас сгорела, а не у нового владельца. А, кстати, можете написать сейчас. Карма, это тебе за все, что ты вот сделал, перекуп, всех, кого обманул, вот эта машина сгорела? Ну, так, так, значит, так. Ну, все, я все вот отдал машину, но сгорела. Ну, ладно, ребят, на самом деле, вот такая реальная, это реальная история. Машина полностью выгорела, хотя на тот момент, когда она горела, я думал такое, потуши, потуши, мы там проводку поменяем, мы ее сделаем, мы спасем, хотя бы салон продадим, хотя бы на разборку сдадим. Но нет, она выгорела просто дотла. Это было жестко, это было эпично, но зато у нас получился такой видеоролик интересный. Ладно, друзья, спасибо вам за ваш просмотр. Если вам понравятся такие истории, это реальные истории, мои или моих там друзей, коллег, или даже, кстати, если у вас есть какие-то интересные истории, присылайте мне на почту, или можете стать одним из героев моих выпусков, вы можете сами рассказать эту историю у меня на канале в виде интервью, будет интересно. На этом все, друзья, спасибо вам за просмотр, всем пока.